Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Жизнь региональных СМИ. Медиахолдинг Бабруйское житё посетил министр информации. Какая повестка дня? Сегодня мы говорили о киберпреступлениях. Мужество и самоотверженность. Горожане почтили память погибших пилотов. Мы все переживаем. Как это было? Оранжевый четверг. В Беларусь пришло ненастье. Зонтик нам понадобится на протяжении всего июня. Когда ждать лето? А также атомная электростанция, первая смена и прощай школа. Стала известна дата выпускных вечеров, когда учащиеся попрощаются с беззаботной жизнью. Визит с медиаакцентом. Бабруйск посетил министр информации Беларуси. Владимир Перцов ознакомился с работой региональных СМИ на примере медиахолдинга «Бабруйское житё». Сегодня он включает в себя радио, телевидение и газету. Глава ведомства пообщался с коллективом и рассказал о планах развития индустрии в масштабах всей страны. Максим Кембель продолжит тему. В Беларуси единый день информирования – традиция. И уж точно неформальность. Общение с коллективами своего рода – диалог без посредников. Тема очередного разговора – киберпреступность. Площадка – студия телеканала «Бабруйск-360». В роли докладчика – министр информации. Кроме безопасности в интернете, Владимир Перцов говорит и о медиасфере. В частности, в центре внимания, жизнь и развития региональных СМИ. Задача стоит сейчас по созданию таких медиахолдингов, как ваш, этаких медиасистем, медиаэкосистем в регионе, когда вот этот медиаэгоизм, когда газета сама по себе, телевидение само по себе, если есть радио, то оно само по себе, или несколько районов, там несколько изданий, мы будем немножко с этим бороться, потому что пользователь должен получать, вы прекрасно это понимаете, единый пакет в целом. То есть зайдя на какой-то ресурс, пользуясь каким-то ресурсом, он должен получать и новости, и какие-то аудиоподкасты, и видеоматериалы, если нет полноценного телевидения. И, ну, наверное, в этом есть будущее региональной прессы. По словам министра, телевидение, радио, интернет-источники в приоритете у общества, но и про печатные СМИ никто забывать не собирается. Самый верный способ – это адаптироваться под современные реалии. При достижении контакта с аудиторией расти начнут все показатели – от тиража до получения прибыли. Финансовому здоровью региональных медиа также способствует и поддержка местной вертикали власти. Со стороны гороисполкома мы реально всегда поддерживаем. Есть конкретные задачи, которые поставлены и по обновлению нашей студии, проведению дополнительного и покупки оборудования, для того, чтобы мы могли уже на более профессиональном уровне проводить и открытые диалоги, совещания такие, для того, чтобы можно было информировать о тех делах, которые делаются в городе. Кроме диалога, Владимир Перцов знакомится с жизнью телеканала «Бобруйск-360», радио «Зефир-ФМ» и редакции газеты. Не обходит стороной и типографию имени Непогодина. Работа последней напрямую зависит от конкурентноспособности белорусских предприятий. В этом году в стране скорректирован порядок маркировки товаров. С 8 июля код будет единым, что приведет к снижению стоимости изготовления контрольных знаков. Новшество, признанное обеспечить защиту прав потребителей. Также это дополнительный барьер на пути подделок, считают эксперты. Следующая локация – «Красный пищевик». Сладкая фабрика не случайно попала в список рабочего визита. Собственная газета, YouTube-канал, аккаунты в социальных сетях. Предприятие активно продвигает себя на медиарынке. Побывать здесь и не попробовать знаменитый «Бобруйский зефир» просто нереально. Владимир Перцов пошел дальше, лично поучаствовал в создании кондитерского шедевра. В завершении визита министр отмечает создание экосистем, телевидения, радио и газет – приоритет развития медиапространства на периферии. Тем более региональные СМИ не значат низкий уровень работы. На деле все с точностью, наоборот. «У вас достаточно неплохой уровень телевизионных материалов. Даже не говоря о районных редакциях. Даже можно где-то сравнивать и с областными, и даже с республиканскими. У вас достаточно высокая оперативность. Вы выкладываете видео сразу, фрагментарно, а потом о выпуске новостей достаточно оперативно после выхода в эфир. Здесь информационная актуальность очень важна, и оперативность вашей работы очень важна. Ну и в целом то, что вы делаете, востребовано зрителям и слушателям, и читателям. А мы работаем ради наших читателей и зрителей. Нет другого принципа, кроме конкуренции, интересности, кроме продажи глаз и ушей. Ведь если нас не будут смотреть, читать и слушать, мы никому не нужны. Ради этого мы работаем». Визит министра информации – знак правильного развития медиахолдинга «Бобруйская житё». Но это одна сторона медали. Вторая – возможности для реализации потенциала масса. Главное – правильно ими воспользоваться. «Для нашей редакции» – это развитие нового интернет-портала, который будет включать в себе новости не только нашего города, но и наших соседей, а также это разработка новых мультимедийных проектов. «Бобруйская житё» – это команда настоящих профессионалов. Мы пишем о людях, мы слышим главные вопросы, мы видим острые проблемы. Мы называем вещи своими именами. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Увели самолёт от города и погибли. Сегодня Бобруйск почтил память селёчеков-героев. Ровно в 12.00 на Белшине прозвучала сирена. Специалисты покинули свои рабочие места. Здесь прошла минута молчания. Так горожане вспомнили две жизни, отданные взамен на десятки других. Это, конечно, трагедия очень серьёзная. Пилоты ценой своей жизни увели свой самолёт от жилых массивов. Мы все переживаем и за расследование, за итоги, и о том, как семья их, конечно, всё очень тяжело. К слову, расследование под личный контроль взял президент. Совещание в Дворце независимости началось с минуты молчания. Важно максимально информировать людей о произошедшем, не допустить оскорблений и мерзких комментариев в адрес погибших героев, акцентировал Александр Лукашенко. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полётов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля чёрных ящиков. В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно руководство полётной эксплуатации самолёта Як-130, экипаж обязан был покинуть самолёт, катапультироваться. На что руководитель полётов не менее десяти раз в эфир подал команду «катапультируйся, катапультируйся, прыгай!» В это время самолёт перешёл в неуправляемое хаотичное движение, и его траектория начала уклоняться влево, то есть в сторону города. Экипаж не покинул самолёт, продолжал бороться. Ему удалось перейти на резервную систему управления. В данном случае резервная система позволила стабилизировать только направление полёта, и экипажу удавалось изменять направление полёта, но не в высоту. Напомним, накануне под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полёта экипаж майор Андрей Нищепорчик и лейтенант Никита Куканенко обнаружили техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, военные увели самолёт от города. Момент крушения зафиксировал видеорегистратор. Оба пилота погибли. Второй энергоблок «Новые тарифы» или «Это зовёт» в загородных лагерях страны оздоровятся свыше 342 тысяч детей, когда начнётся первая смена. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью. На атомной электростанции уже произведено более 2 миллиардов киловатт-часов, что сопоставимо с годовым потреблением населения двух областей. К концу пятилетки планируют выйти на 44 миллиарда киловатт-часов электропотребления в целом по стране. Белорусы будут больше платить за отопление и подогрев воды. Власти пересмотрят некоторые тарифы на ЖКУ уже с июня. В расчёте на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими сумма квитанции вырастет приблизительно на 5 долларов. Также увеличатся цифры напротив строчек. Уборка подъезда, вывоз мусора, техобслуживание лифта. Подорожает для владельцев жилья природный и сжиженный газ. Повышение пройдет в два этапа. Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня. Аттестат о получении среднего образования получат свыше 50 тысяч одиннадцатиклассников. Торжественные линейки профильное ведомство рекомендует провести 29 мая. Напомним, в этом году республиканский последний звонок с участием лучших выпускников страны прозвучит в Бобруйске. Праздник намечен на 27 и 28 мая. В загородных лагерях страны этим летом оздоровятся свыше 342 тысяч детей. Ожидается, что первая смена начнется уже 1 июня. Отдых будет организован с соблюдением всех мер безопасности с учетом эпид-обстановки. Ежедневный контроль состояния детей с измерением температуры – теперь обязательное правило. В этой связи отменяются традиционные родительские дни с посещением корпусов. В закон о животном мире Беларуси планируется внести поправки. Уже в текущем году готовятся изменения и дополнения. Важный момент, который найдет свое отражение – это регулирование отношений, связанных с использованием контактных зоопарков, с содержанием определенных видов диких животных в домашних условиях. Порой экзотические питомцы угрожают жизни и здоровью людей, которые живут по соседству. У природы нет плохой погоды. Беларусь накрыла дождливое ненастье. Практически весь день за окном шел ливень. Зонт стал главным аксессуаром горожан. Надолго ли тренд Ольга Васенда. Беларусь накрыли ливни. Об оранжевом уровне опасности синоптики предупреждали еще накануне. Ситуацию за окном усложнил ветер. Порывы достигли 18 метров в секунду. Во многих районах страны прогремели грозы. Местами сильные дожди устроили целый потоп. Самой востребованной обувью дня стали резиновые сапоги. Выпало около 20 миллиметров осадков. Дождливая прохладная погода сохранится в Беларуси и на следующей неделе. Если верить долгосрочному прогнозу синоптиков, то зонтик нам понадобится на протяжении всего июня. Остается надеяться, что июль и август нас не подведут. Тропические леса Амазонки тоже настигли сильные дожди. Правда, там последствия хуже. Из-за ливней повысился уровень осадков в реках региона. Это привело к стихийному бедствию. Более 400 тысяч человек пострадали. Многие были вынуждены покинуть свои дома. В некоторых точках мира ветер и дождь слились воедино. На юге Пакистана в портовом городе Карача от сильных пыльных бурь и проливных дождей погибли 4 человека. Из-за непогоды возникли перебои в подаче электроэнергии. Тем временем в Индии с момента выхода на берег. В Гуджарате циклона Тауктая погибли по меньшей мере 40 человек. Завтра в Бобруйске будет ясно и без осадков. Днем небо затянут облака. Ветер подует западные порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбик термометра максимально поднимется до отметки 19. Ночью возможен дождь. В субботу погода существенно не изменится. Воскресенье ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Осадки прекрасятся только после обеда. Рассчитывать на вечернюю прогулку под открытым небом кажется можно смело. Синоптики обещают до 20 тепла. Ольга Вассенда, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Новые стандарты жизни – это чистые от автомобилей дворы. Это одно из важных составляющих удобной городской среды. Сейчас в Минск-Волд новая акция. Если купить машину место, то только сейчас можно получить скидку на покупку квартиры. До 100 евро за каждый квадратный метр. Забитые дворы, парковка на зеленой зоне и прямо у выхода из парадова. Раньше дворы планировали из расчета, что в доме всего несколько «Жигулей», «Москвичей» и пара мотоциклов «Днепр». Но реалии изменились, и два автомобиля в семье – совсем не редкость. Только парковать их негде. Новые районы проектируют и строят иначе. Минск-Волд возволит по принципу «Города в городе», и это новый стандарт городской среды, где во всех дворах нет места машинам, а тем более транзитному движению транспорта. Дворы для детских площадок, прогулок, спорта, но никак не для автомобилей. При этом застройщик учитывает, что каждая квартира – это минимум одна машина. Припарковаться можно либо на периферии квартала, либо на многоуровневых паркингах. Вам все равно придется где-то оставлять вашу ласточку, и поэтому предложение застройщика особенно актуально. До 100 евро в эквиваленте скидка, если покупаете машинное место. И акция распространяется сразу на целый список новостроек. Это Ницца, Токио, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Киото, Копенгаген, Стамбул, Каир, Вильнюс, Екатеринбург, Пекин, Флоренция, Глазго, Лас-Вегас, Сталин, Тбилиси, Ереван, Канны, Монако, Полька, Вена, Мумбаи, Бангкок, Стокгольм, Осло и Баку. И самое главное – при покупке некоторых квартир в элитном доме «Волна» машина-место в подарок покупателю. Мы живем в то время, когда мы понимаем, что для экономии пространства нужен паркинг. Плюс хотелось бы зимой, чтобы это была где-то машина не под снегом стоять, а я пришла, не чище ее завела и выехала. Ну, как бы мы на это готовы, мы хотим этого паркинга, это то, что в принципе нам нужно. О каких паркингах и машинных местах речь? Паркинг по адресу Германовская 7 уже работает, рядом с кварталом Эмиратс. Девять этажей, выбор мест, автоматизированный доступ, видеонаблюдение, круглосуточная охрана. Паркинги – решение для каждой семьи, гарантированная парковка, безопасность и главное – чистое от автомобилей дворы, где будут играть дети и отдыхать взрослые. Это одна из составляющих города в городе, где все необходимые объекты социальной инфраструктуры запроектированы в пешей доступности. Детские сады и школы, поликлиники и медицинские центры, кафе и рестораны, спортивные площадки и фитнес-клубы. Экономическим центром станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр «Марамол». «Минск Уорлд» возводит с опережением сроков, поэтому заселяйтесь и не переживайте, где оставить ваш автомобиль. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин